начинаем новый цикл карма уроков и будем говорить много психофизики казалось это не касается кармы но как раз карма человека судьба его карма ходит понятие судьбы и закрепляется движение и вот какие физические движения человека развивающие его его тело его судьбу здесь мы говорили неоднократно упоминали что мы занимаемся внутренней алхимией да в которые входят различные практики цигун и нигун в том числе и тайцзи циань многие считают что это просто система оздоровления но не совсем так далеко не так лишь часть потому что вот это то что называют тайчи и ньян взаимодействие человека не только внутренне самим собой но и с энергиями силами природы земли вселенной также силой души силой духа взаимодействие очень важны в понятии движения физического тела потому что человек вот он сидит вот или он ходит просто ходе двигается он как бы ноги переставляет а поток по закону вселенскому двигается по спирали всегда также в теле человека и его практика тайчи учит именно спиральному движению но одно из таких скрытых моментов изучения это начало начало когда руки или ноги выпускаются спиралью выпускается спиралью это спираль это не просто круговое движение или волновое движение это спиральное движение которое объединяет но это делается не рукой то есть это дело не рукой а механизмом который заложен в теле в результате этого энергия идет внутри тела внутри тех каналов которые открыты наполняем насыщая какая энергия мы же работаем говорим не о тех каналах внутренних меридианах мы говорим о сухожильных меридианах то есть сухожильный меридиан мизинца объединяющие мизинцы ноги это внешне есть внутренние то есть допустим это движение с активностью внутреннего меридиана внутренней системы подачи и она относится кстати говоря к духу проявлений веры это связано с селезенкой мы много что говорили об этих элементах различных но вот так это изнутри наружу это проявление огня то есть это движение в элементе огонь в элементе дерево это то что проявляет изнутри наружу далее есть два элемента если мы в этом состоянии или точнее мы делаем эти действия мы включаем состояние этих элементов это наружные меридианы если мы начинаем двигаться вот таким образом запускающую систему сухожильных меридиан снаружи то активируя эти меридианы первую очередь мы начинаем проявлять металл и воду здесь просто разница в направлении скажем так движения и в том состоянии которое проявляете металл будет сначала проявлять активность и затем он будет создавать то есть собирать как бы что помню состояние металла она соответствует состоянию духовного проводника духовника духа это все внешне собрать ян ян и у нас три грамма металла то есть мы будем говорить о каждом я сейчас просто вкратце сказал и как двигаться телу и какая же изначальная все таки система движения вот здесь зарисовать всем поясницу опять не помню здесь инский канал пассивный здесь янский середина у нас здесь центр поясницы это вот врата жизни 2 3 позвонок поясничный и вот здесь надо помнить что мышцы поясницы на мышцы поясницы они расположены ниже потому что если думать что это поясничные мышцы нет вот они вот здесь расположены мышечная система а здесь это уже спина начинается скажем так мышцы спины их много занимайтесь анатомией изучайте мы у нас не будем отвлекаться на какие-то подробности мы говорим сейчас о другом о начале движения кто занимается точить знаю что отсюда от активации поясницы начинаются движения что активирует это вот эта сфера называемом нижний день она активирует движение от нее мы опуская точку сборки суда мы сразу же соединяемся с точкой сборки над головой оценка узального тела начинаем осознавать себя все процессы и учимся двигаться но для того чтобы в движении продолжать осознавать себя движение тела нам нужно правильно физически двигаться и продолжаем урок по умению осознавать себя в движении есть системе который мы занимаемся системы целительного дао мастера ванте качи много учебников в том числе и учебник по железной рубашке где объясняется принципы укоренения включение в работу внутренних органов каналов в том числе и сухожильных меридианов те которым было сказано ибо опять напоминаю что внутренний энергетик у нас для трансформации преобразования плотной энергии более тонкую затем состояние в духовное состояние то есть плотное душевное и духовное это трансформация она осуществляется вот этими практиками и надо потихонечку их отпускать и затем жить легко свободно но вся фишка в том что кто бы как бы не занимался какими-то системами движения все теряет себя сейчас когда мы увидим есть определенные принципы вот у нас тело опять условно сейчас пока рисую тело человеческое когда она находится в потоке ведущей силы напоминаю был урок кармы 7 шейных позвонков они соответствуют 7-7 чакра состояния и вот это удержание вытягивание вверх образование вот здесь одной из сфер когда вы применяете небольшое усилие по вытягиванию шейного отдела и отпускание всего тела то есть усилие одно идет здесь вверх и это у нас некое устремление которое и на уровне состояния мировоззрение стремление к развитию то есть принципы и первый принцип это устремление вверх который на психофизики отзывается вот этим мягким вытягиванием постоянным поддержанием вверх 7 шейных позвонков сразу отражаются на всей деятельности всего организма второе центр от которого мы действуем и вот здесь у нас вот этот центр пупочный у нас центр под пупком но еще раз мы сейчас не загружаемся если кто-то хочет деталей очень много было на уроках карма психологии на наших занятиях в учебниках все это я сейчас показываю принципы основные то есть вот второй принцип это движение от центра вот он центр почему здесь именно цвет потому что еще есть сфера вот здесь соединяющиеся энергии земли если кто-то думает что он и папа прямой тут дыхает ничего подобного эта сфера она регулирует подачу и сейчас у многих подачи энергии земли идет вот в поле и на основе того насколько надо то все регулируется высшим все эти подачи какие-то балансировки от нас зависит правильность держание и вот у нас есть первый принцип это устремление вверх который основывается на небольшом усилий вытягивание за макушку скажем освобождение во первых шейного отдела во вторых всего тела второй принцип это движение от центра который является серединой поясницы мы сейчас будем это рассматривать и третий принцип укоренение тоже будем рассматривать как это делается далее следующие принципы это у нас уже трехступенчатое движение мы это отодвигаем убираем вставляем три центра напоминание трехступенчатое раскрытие оно касается всего но как бы мы бы чтобы не двигались не рассматривались мы всегда двигаемся на оси и вот от этих центров образуются вот эта ось канал сознания центральный меридиан на психофизики на уровне психофизики и у него есть правый и левый и вот здесь вот это осознавание правых действий и левых действий осознанных и центральных должно быть на уровне тела то есть когда человек смещается на левую ось и здесь можно просто показать это просто напросто переход на левую сторону здесь начинается наполненность здесь опустошение то есть вот этим принципом трех осей сознания мы добавляем принцип полноты и пустоты то есть когда если вы перемещаетесь сюда в левую сторону вы открываете это сейчас мы будем говорить об этих ступенях вы опустошаете другую сторону она должна быть свободна открытая а не удерживаться в каком-то напряжении также и обратно если вы перемещаетесь на правую сторону вы должны отпустить полностью левую и вот здесь активация идет того что заложено по роду если вы это даете духу устремление своего развития то ваша родовая формация энергии начинает замещаться потоком то есть ваша база левая сторона что всех влево все время тянет стягиваться в родовые потоки социальные матричные и разрушаются правая сторона это ваше проявление в душе то есть человек может вот и социальный схем действовать проявлять себя скажем так весьма душевно но он теряет себя потихонечку разрушая и не дает душе развитие потому что напоминаю человек может развиваться через задачу себя душе и духу какого-то эгрегора развития правая сторона она как раз и фиксируется в каузальном теле как некое проявление и что вы проявляете дух эту дисциплину сформированную у вас от отдачи себя в эгрего развития либо в родовую и как вы проявляете себя душевно в чувственном состоянии естественно не привязанности либо в эмоциях в эмоциях напряжения вот здесь вот эти как бы говоря и так у нас три оси сознания вот это надо запомнить и далее у нас идет три ступени они везде то есть берем туловище и вот здесь у нас опять скажем три отдела поясничный ставим поясничный грудной и шейный и это три ступени то есть сейчас общие принципы рассматриваем это три ступени раскрытие берем мы ногу и здесь также колено начало идет вот отсюда первая вторая третья первая вторая третья ступень то есть поступенчатое движение и мы его будем рассматривать на трех осях это вот у нас правая ось левая ось и они продлеваются естественно до конца и так здесь мы познакомились с основными принципами далее на следующем уроке будем рассматривать раскрытие тела и вхождение в состояние элемента земля и в Продолжение следует...